МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский, студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Использовать все силы и средства, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов совершил объезд по паводкоопасным участкам Бухажираусского района. По этой о проблемах в Караганде состоялся областной Айты Сакынов. В бренд Геннадия Головкина 3G выстроились юные карагандинские боксеры. Флешмобом воспитанники школы бокса поддержали своего земляка на предстоящем поединке. Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям готовы противостоять паводку. Такое заявление главе региона сделал начальник департамента. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов совершил объезд по паводкоопасным участкам Бухажираусского района. Вступивший в должность Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов свою первую рабочую поездку совершил в Бухажираусский район. Главу региона интересовала, как идет подготовка к паводку. В селе Байкадам Аким области наблюдал за тем, как убирают и вывозят снег. В Петровском сельском округе он ознакомился с работами по вырубке тальника вдоль реки Нуры. Стоит отметить, что в Бухажираусском районе угрозе подтопления подвержены 15 поселков, расположенных вдоль Нуры. Разработан и исполняется районный план мероприятий по защите населения, территорий и хозяйствующих субъектов от паводковых ввод 2017 года. Создан районный оперативный штаб. В настоящее время из резервного фонда выделено 10,5 миллионов тенге на расчистку улиц и вывоз снега из населенных пунктов. Также выделено 13 миллионов тенге на отсыпку ограждающих дам в поселках Мустафина, Бутакара и в селе Сары-Тубе. В 24 населенных пунктах района установлены локальные системы оповещения. В районе имеется 76 эвакоприемных пунктов, способных принять более 14 тысяч человек. На основных водохранилищах области продолжается сброс воды. По словам специалистов, уровень уже является достаточным для приема талых вод. Согласно отчетам, из населенных пунктов области уже вывезли более тысячи кубометров снега. Ерлан Кушанов поручил организовать в ближайшее время облет области с целью изучения поводковой обстановки. После этого будет проведено заседание областного штаба. Андрей Тенбор, Жангер Магометов, Первый, Карагандинский. В департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили праздник весеннего равноденствия Науры-Смирама. Спасатели продемонстрировали недюжие знания обычаев и традиций казахского народа. Кроме того, на праздничном мероприятии сотрудникам вручили награды за проявленное трудолюбие и оперативность в прошедшем недавно республиканском командно-штабном учении Куктем-2017. Этно-аул с традиционным войлочным домом и кащелями Алтыбакан расставили сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям на территории новой пожарной части в Майкудуке. Спасатели подготовили праздничный концерт и продемонстрировали знания обычаев и традиций казахского народа. Отметили в честь праздника и лучших сотрудников. Десятки сотрудников получили грамоты и благодарственные письма из рук первого руководителя полковника Ибрагима Кульшимбаева. Среди награжденных есть и те, кто отличился в республиканском командно-штабном учении Куктем-2017. Поздравить спасателей с праздником равноденствия пришли воспитанники детского дома Кулуншак. По словам педагогов, вот уже несколько лет сотрудники ДЧС области являются их постоянными наставниками и друзьями. Каждый праздник сотрудники ДПЧС тоже приходят к нам, поздравляют наших детей. Долго уже мы с ними сотрудничаем. Поэтому сегодня всех поздравляем с таким великим праздником. Желаем всем добра, благополучия и процветания нашему Казахстану. Дети тоже не остались без подарков. Спасатели наградили малышей и пожелали им здоровья и счастья. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан стран на срочную воинскую службу. Указ опубликован на официальном сайте Аккорды. В указе, в частности, говорится об увольнении в запас из рядов вооруженных сил военнослужащих срочной воинской службы, которые выслужили установленный срок воинской службы, а также призвать на срочную службу граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. Кроме того, местным исполнительным органам поручено организовать и обеспечить проведение призыва граждан через соответствующие местные органы военного управления. Как показывает практика, повестки сотрудники военкоматов начнут разносить с 1 апреля. Физический износ водопроводных сетей Караганды составляет 66%, канализационных – 84%. Такие данные привели руководители компании Караганды-Су. Кроме того, из-за несвоевременной оплаты потребителей под угрозу ставится выполнение инвестиционных мероприятий и запланированных ремонтных работ. 140 миллионов тенге именно столько в прошлом году было потрачено на внедрение новейшей технологии по очистке воды. Участники отчетной встречи в компании Караганды-Су отметили, что в течение 40 лет для очистки воды применялся кварцевый песок. Позже началась поэтапная замена на современный фильтрующий материал. Это станция первого подъема, где происходит перекачка всего объема воды. Далее через приемный бассейн по открытому каналу вода поступает на площадку насосной станции номер 2. По инвестиционной программе в прошлом году стоимость выполненных работ составила около 850 миллионов тенге. Это затраты по услугам водоснабжения и водоотведения. Также был проведен капитальный ремонт 53 километров водопроводных сетей. В нынешнем году сумма инвестиций увеличится почти до 3 миллиардов тенге. Ремонт компаний наблюдается в том, что очень большие инвестиции за последние несколько лет. Мы инвестировали более 9 миллиардов тенге. В 16-м году мы изменили подход к проведению ремонтной компании. На сегодняшний день физический износ водопроводных сетей составляет 66%, канализационных – 84%. Из-за несвоевременной оплаты потребителей под угрозу ставится выполнение инвестиционных мероприятий и запланированных ремонтных работ, говорят в Караганды-Су. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Исламбек, Успан, Бауржан, Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Плохие дороги Карагандинского региона, загрязненный воздух Семиртау и Балхаша, скандалы в Министерстве образования и других ведомствах, а также надежды на нового Акима области Ирлана Кушанова – все это стало темами Акынов на ежегодном Айтесе. В этом году битва «Красноречие» посвящена 350-летию Казбекби и 150-летию певца Осета Найманбаулы. В Айтесе приняли участие 20 поэтов. Призовой фонд вечера составил 1 миллион цинги. Ежегодный областной турнир по Айтесу собрал немало зрителей. 10 пар в возрасте от 14 лет и старше приковали внимание зрителей на целых 5 часов. Неутомимые поэты раз за разом срывали у публики ободряющие возгласы и аплодисменты. Извительные реплики и открытая критика звучала со сцены без купюр. 13-й год подряд жители Сары-Арки наслаждаются искусством Айтескеров со сцены Дворца культуры горняков. Среди участников как именитые поэты, так и новички. Единственная представительница слабого пола Болжан Абдрахманова приехала из Приозерска. Медработник по образованию Болжан уже более пяти лет участвует в подобных турнирах. «Моим кумиром является Сара Токтамысова. Я хочу быть похожа на неё. Мне нравится её манера и стиль. Сегодня меня наградили специальным дипломом. Я очень рада, но свои ошибки знаю и буду их исправлять». Любимчиком зрителей стал 14-летний Нурлубек Токенов, уроженец Каркаролинского района Нурлубек, ученик известного Акина Дидара Хами. Публику покорили критика сквозь юмор, который сыпал молодой поэт. Талант юного Акина оценили и жюри. Они присудили ему гран-при. Вместе с дипломом подросток получил денежный приз в размере 120 тысяч тенге. Айтысу дался на славу. Новички, многие из которых впервые на большой сцене, показали неплохой результат. Были ошибки, мы признаём, но на ошибках учатся. А мы рады, что сегодня публика Сара Арке открыла для себя талантливого Нурлубека. В финал прошли всего три пары. Среди них оказался и Нурлубек. По словам юного Акина, это стало неожиданностью. Но он не спасовал и стал обладателем гран-при. Также жюри наградили участников, занявших первое, второе и третье места. Кроме того, все участники получили дипломы, грамоты и поощрительные денежные сертификаты. Телеканал «Первый Карагандинский» покажет полный выпуск Айтыса 22 марта. В преддверии праздника Наурез в областном историко-краеведческом музее прошел театрализованный этнографический праздник Жар-Хараган, Жас-Нур-Лэ, Жаса-Наурез-Дастырэ. Гостям представили выставку декоративно-прикладного искусства, предметы убранства юрты, национальные костюмы и ювелирные изделия. Также были продемонстрированы обычаи и традиции казахского народа. В преддверии праздника Наурез в областной краеведческий музей решил устроить мероприятие. Небольшое театрализованное представление показали сотрудники музея. В постановке показали обряды бессеке-салу, сырга-салу, хозу-зату. Также гостям было продемонстрировано приготовление угощения на уроскужье. Такие мероприятия проводятся больше и для молодежи, чтобы они узнали обо всех обычаях и традициях казахского народа. Также организаторы намерены рассказать о традициях празднования на уросмирама. Вообще это такое мероприятие проводится чисто как бы больше для молодежи, чтобы они знали традиции, обычаи и так далее. Сегодня будут демонстрироваться такие обычаи, традиции, как бессеке-салу, козу-зату, мщель-той. Мы хотим еще здесь продемонстрировать декоративно-прикладное искусство казахского народа. Древние ремесла на территории Казахстана очень хорошо были известны еще с времен Андронского периода. Наурез был включен в список праздников ЮНЕСКО. И сегодня этот великий праздник весеннего равноденствия отмечается во всех странах Центральной Азии. Необычный сюрприз в преддверии празднования Наурез преподнесли своим клиентам сотрудники карагандинского филиала «Жилстройсбербанк». Служащие банка накрыли Дастерхан, приготовили традиционное угощение и провели небольшую праздничную программу с играми и викторинами. Победители и самые верные клиенты награждены сувенирами и памятными призами. Сегодня в «Жилстройсбербанк» настоящий праздник. Сотрудники банка в национальных костюмах угощают всех клиентов баурсаками, наурезкужи и другими лакомствами. Специально для посетителей менеджеры придумали небольшую концертную программу с танцами, играми и викторинами. Поздравить свой любимый банк с праздником пришла одна из верных – вкладчиц Бакткуль Шарияздан. Она является вкладчицей «Жилстройсбербанка» с 2010 года. Вскоре она станет обладательницей собственного жилья. Спасибо за приглашение. Я являюсь вкладчицей вашего банка с 2010 года. Надеюсь, скоро получить собственное жилье. Сотрудникам банка и карагандинцам желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Наурез Коттевосен. Поздравили вкладчиков и администрация банка. По словам директора карагандинского областного филиала «Жилстройсбербанка» Гульнары Добыловой, число их клиентов превышает 60 тысяч человек. Вместе со строительными компаниями региона банк успешно реализует государственную программу «Нурлажер». Мы создаем все условия нашим вкладчикам, которые могут благодаря данной нашей системе получить по низким процентным ставкам. Поэтому в предыдущих нашего Нового года я бы хотела поблагодарить всех наших вкладчиков, поздравить их с наступающим Новым годом, чтобы каждый наш вкладчик достиг тех целей, которые благодаря нашей системе мог приобрести недвижимость. Также сотрудники банка рассказали, что 22 марта карагандинцев ждет еще один сюрприз. Более ста молодых семей получат долгожданное жилье. Айям Амрина Жасулам Акулбеков, Боржан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Воспитанники карагандинской школы бокса поддержали своего земляка Геннадия Головкина. Юные спортсмены выстроили с собой буквы бренда своего земляка на площади перед Домом дружбы. Напомним, что 19 марта по времени Астаны прославленный карагандинский боксер Геннадий Головкин проведет бой с американцем Дэнилом Джейкобсом. Три огромные буквы «Джи» бренд прославленного карагандинского боксера Геннадия Головкина появились на площади перед Домом дружбы. Около 300 юных карагандинских спортсменов, воспитанников школы бокса, своим флешмобом решили поддержать земляка перед предстоящим поединком. В это же время на экране показали новый клип Марата Бекишева в поддержку Геннадия Головкина. Сам певец тоже принял участие в мероприятии. По его словам, Геннадий как никто достоин поддержки своих земляков. Потому что перед ним стоят большие сложные задачи. Это побеждать, только и побеждать. И поддержку его будущих подъедов Геннадия. Я написал вместе с Берегом Ахмеджановым песню, посвященную именно его будущим поединкам. Поддержка от нас карагандинцев, от нас земляков. Вместе со школы бокса города Караганды решили поддержать Геннадия. И написали эту песню. Вместе с тем стали известны гонорары за предстоящий поединок. Геннадий Головкин получит за бой 2,5 миллиона долларов. Дэниел Джейкобс – 1 миллион 750 тысяч долларов США. Помимо этих выплат боксерам гарантирован процент от продаж поединка на телеканале HBO. Специалисты отмечают, что этот гонорар Геннадия станет для него рекордным в США. Ранее рекордная сумма, выплаченная Головкину, была по итогам боя с Кэлом Бруком в Великобритании в сентябре – 4 миллиона долларов. Итак, не пропустите. Поединок Головкин-Джейкобс покажут республиканские телеканалы «Казахстан» и «Каспорт» 19 марта. Начало трансляции в 8 часов по времени Астаны. И еще об одном. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» вернул себе инициативу в матчах с Курганским за Уралием. Четвертый матч в рамках 1-4 финала плей-офф завершился со счетом 0-3 в пользу «Сарарки». Счет в серии 2-2. Первый период прошел с явным преимуществом «Сарарки». Счет был открыт на девятой минуте. Артур Сарваров и Олег Ломако убежали на одного курганского защитника. И последний поразил ближнюю девятку ворот за уральского голкипера. 0-1. Разъяренные первой шайбой соперники пытались быстро отыграться, но оборона карагандинцев им этого не позволила. После перерыва на льду воцарился обоюдоострый хоккей. Команды имели равные шансы на успех. Курганцы часто пускали в бой позиционные атаки, но карагандинский воротарь Денис Передягин каждый раз выходил победителем. Под занавес второй 20-ти минутки «Сарарка» удвоила преимущество. Даниил Ердаков внезапно появился перед воротами и превратил несильный пас Ломака в гол, перекинув шайбу над плечом воротаря за Уралье. 0-2. Заключительный период курганцы вынуждены начинать вчетвером. Этим моментом воспользовались хоккеисты «Сарарки», забросив третью шайбу. С бросками Виталия Ситникова и Валерия Полякова вратарь за Уралье справился, а вот при добивании Ивана Груздева спасти ворота не получилось. 0-3. Мы довольны этой игрой. Была другая команда, чем в первой игре курганец. Вчера был определенный настрой. Была самодача, то, что в этих играх необходимо. Собирали дисциплинированно, собирали строго в вороне. Ничего не придумали и победили. Благодарим ребятам, что выполнили тренерскую установку. И готовимся к домашней игре. Поздравляю с вами, госпобеда. Спасибо. Поздравляю с вами, господи. До самого окончания матча курганцы изо всех сил пытались испортить сухарь Денису Перетягину. Однако в этот вечер защита Сарарки действовала великолепно. Серии счет снова равный 2-2. Следующая игра состоится в Караганде 20 марта. Андрей Тенбор, Жангер Магомбетов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. С наступающим праздником вас, дорогие карагандинцы. Увидимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok